Акции протеста не помешали делимитации. Арцахский вопрос закрывается консенсусом. Фактически, акции протеста в Армении не помешали проведению делимитации в Тавуша. Вчера, как и предполагалось, состоялось заседание совместной комиссии прямо на границе, и, наконец, были названы карты, по которым проведена граница. Речь идет о топографической карте Генштаба ВЁЕС СССР 1976 года. Аппарат премьер-министра Армении сообщил, что воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано, и граница на этих участках считается делимитированной. Это действительно нонсенс в международных отношениях, но в Армении все возможно, волюнтаризм при принятии решений абсолютный. Вчера инициатива Аякве подала в Генпрокуратуру сообщение о преступлении в связи с волюнтаристской делимитацией границ Армении. Вице-премьер Мгер Григорян однажды предстанет пред судом, вопрос только в том, что к тому времени останется от Армении. Участники акции протеста, которые в Тавуши пытались остановить процесс делимитации, прибыли в Ереван, где тоже говорят о необходимости остановить незаконный процесс. Но основной упор был перенесен на смену власти в Армении, на заведомо бесперспективную процедуру импичмента, что не только не остановило катастрофический ход распада страны, но и подстегнуло правительство к более оперативным решениям. В аппарате Премьера сообщили даже хорошую новость для Киранца, где пока не установлено три столба. С селу, оказывается, будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые были недоступны в последние 33 года. Аппарат Премьера не скрывает, что придется перенести дорогу, что можно будет сделать за 2-3 месяца, и отремонтировать дорогу, ведущую от трассы Н-26 до Чаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца. Правительство обещает возместить имущественный ущерб жителям. Объем не будет большим, и представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца. Правительство с радостью сообщает, что церковь СВ, Богородицы в Аскепаре и дорога в Аскепар-Баганис будут полностью находиться на территории Республики Армения. Пограничники будут размещены в ближайшие 8-9 дней, а в самой чувствительной части Киранца – чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению. Правительство утверждает, что осуществлено воспроизведение границы на основе Алма-Атинской декларации, и процесс должен продолжаться в той же логике и на тех же принципах и на других участках границы. Какие участки имеются в виду, не говорится. Но явно не оккупированные армянские территории. Можно легко догадаться, что следующим будет Тигранашен Карке, который в полном соответствии с Алма-Атинской декларацией тоже будет сдан. Потому что на деле все делается не по сомнительным картам и декларациям, а по преступному сговору по сдаче Баку всех стратегических точек Армении. Алма-Атинская декларация нужна правительству Армении только для одной цели – чтобы полностью закрыть арцахский вопрос. И судя по тому, что акции протеста только форсировали реализацию преступного сговора, а действующему председателю ОБСЕ в Ереване не было предъявлено требований о минской группе, арцахский вопрос будет благополучно закрыт.